Ну да, первый вопрос, я скажу, в КБ за много лет противостояния Днепра и Кайкова, на площадке здесь, в Северо-Технике, скажу так, насколько получилось противостояние у плана трейдера, скажу, на ваш взгляд, у вас и у плана трейдера, что получилось из-за Думана, и что не получилось? Победительность. Да, ну, здесь, по-моему. То, что мы планировали убрать у Харькова трехочковые броски, это и получилось. Из 10-2, я считаю, что команда справилась с поставленной задачей, и команду Харькова, то, что они любят делать, на чем они живут, мы убрали. Из трехочковых бросков мы практически не дали им свободных бросать, и забить, соответственно, тоже мало. Немножко не справлялись с проходами под кольцо, но, в принципе, мы рисковали тем, что мы дали им сильным мяч на периметре, мы рисковали какими-то проходами под кольцо. Что не получилось, это борьба за отскок, это, наверное, самая большая проблема, и 16 подборов на нашем счете – это очень много. Я считаю, что это недопустимо просто для команды такой, как наша. Будем над этим работать, это будем убирать, очень много. 16 подборов на нашем счете – это при проценте 40-40, это 8-10 очков лишних. Подборы проиграли, это не получилось. Если брать нашу команду, сейчас говорить, что получилось очень проблематично и сложно, потому что результат показывает, что, скорее всего, у нас ничего не получилось. Но это пока не для нас естественный процесс, и поэтому мы будем дальше менять эту ситуацию, будем наращивать физические кондиции, которые для высшей лиги подходили, для суперлигера далеко не подходят. Тем более, что днепр для нас является одним из показателей намерения того, насколько нужно быть технически и функционально готовым к тому, чтобы играть в суперлигер. Следующая наша игра будет с бульверником, это тоже будет один из таких серьезных показателей того, насколько… То есть это планка для Украины. Поэтому сегодняшняя игра для нас приятна тем, что мы сыграли с достаточно сильным соперником. Это очень интересно, это очень приятно. Ну, а победа не прошла, я думаю, что у нас еще есть все впереди. Всего свое время. Павел, выпуск к вам. Мы сегодня стали самым результативным игроковым в матчах. Баскетболисты соревновательника позволили играть раскрыться? Ну, я бы не смотрел на индивидуальные показатели кого-либо из игроков. Потому что, в принципе, мы настроены на командный баскетбол. И поэтому, что сегодня кто-то один больше забил, в следующую игру другой забьет. Я думаю, что это не самое главное. То есть мы основываемся на командный баскетбол как в нападении, так и в защите. И если брать свои показатели, я бы больше взял четыре потери. И какой-то, опять же, как тренер повторил, где-то проигрыши, где-то непоставленная спина и такого плана. Над этим больше надо работать. То есть не смотреть те очки, которые забиты, они должны были быть сделаны. Может, где-то какие-то ненужные броски, может, что-то залетело. Но все равно больше отталкиваться от защиты и от командных действий. Кого бы Вы отметили в команде соперника? Ну, дело в том, что команда соперника играла в такой быстрый динамичный баскетбол, что, в принципе, они, я не знаю, стараются бросать. Выделяются, конечно, два американца, которые бросали, по-моему, с любой позиции. Я даже не посмотрел всю статистику. И в целом, ну, как бы, каждый игрок, я не смотрел, я больше концентрировался на каких-то схемах. То есть где и кого держать уже непосредственно по схемам, а не по персоналям, скажем так. Тимур, вопрос к Вам. Кто из ребят уже, можно так сказать, акклиматизировался в Суперлии, а кто еще нет? Ну, скажем так, нам нужно всем еще акклиматизироваться, еще недалеки от той игры, которую хотелось бы показывать в Суперлии. Я думаю, что со временем сейчас и мы, и молодые наши ребята, скажем так, подтянутся в этом аспекте, потому что нам еще и сыграться нужно с американцами, потренироваться с ними как можно больше, и уже выиграв, показывать какой-то, скажем так, рисунок игры. Поэтому будем надеяться, что процесс адаптации будет проходить живее. И такие игры, как сегодня из Днепро, действительно показывают, что есть к чему стремиться, видно, на чем нужно работать. Мы думали, мы слышали, думали, что мы играем быстро. Оказывается, мы играем меньше. А мы хотим еще быстрее. Да, у нас у всех есть розыгрыш. Да, да, есть куда стремиться. Только вы есть кандидатский москетбол. Конечно, безусловно. Все? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...